Все, все-все-все, огромное спасибо вам за то, что вы пришли и в этот прекрасный солнечный день готовы провести с нами некоторое время, обсуждая разные интересные и интересующие вопросы. Меня зовут Катерина Романенко, я буду модератором сегодняшней дискуссии, я сооснователь творческого объединения «Перелётный чердак», которая в свою очередь стала организатором этой дискуссии. Вообще, вторым организатором стала церковь для русскоязычных, церковь Иисуса Христа Наскале, и я сразу сходу выражаю огромную благодарность нашим сегодняшним хозяевам, которые нас принимают, очень радушно, надо сказать, принимают нас сегодня в гостях. Огромное им спасибо за всю подготовку, за всю технику и вообще за всю поддержку, за их интерес. Интерес, собственно, к чему? Зачем мы тут сегодня все собрались? Изначально начиналось все с того, что Сергей предложил поговорить про эволюцию. Когда мы начали думать и искать помещение для разговора про эволюцию, возникла некоторая немножко хулиганская идея предложить это, собственно говоря, церковь Иисуса Христа Наскале, которая оказалась абсолютно открыта к подобным жестам, за что ему в очередной раз огромное спасибо. И мы с Иисусе договорились, что мы проведем это здесь. И постепенно в диалогах и обсуждениях того, как мы могли бы это организовать, сложилась идея, во-первых, немножко сузить тему, потому что эволюция это, в общем, такой довольно большой кусок, который можно довольно долго обсуждать. И мы сузили тему до происхождения жизни. Сегодня мы разговариваем о происхождении жизни на Земле. Чуть-чуть, чуть-чуть поуже получилось. И с другой стороны возникла идея представить две точки зрения. Не только Сергея, который инициировал вообще это все, но и людей с другой точки зрения. Я не употребляю слово противоположное, потому что это неправда, но все-таки другой. И так и сложилось сегодняшнее мероприятие. И огромное вам спасибо за то, что вы на него пришли. Прежде чем я начну рассказывать про спикеров и регламент, я хочу сказать одну очень-очень важную вещь. Мы сегодня здесь собрались не для того, чтобы выяснить, кто прав, кто не прав. Мы сегодня здесь собрались не для того, чтобы кто-то кого-то переубедил. У нас никто не исходит из позиции, что какая-то точка зрения верная, какая-то неверная. Мы с уважением выслушиваем друг друга, людей с разными точками зрения, людей с разными мнениями. Уважительно стараемся понять или забраться на эти точки зрения. Может быть, что-то забрать себе, может быть, нет. Но в любом случае я вас очень-очень призываю, чтобы нашими принципами сегодняшней мероприятии были взаимное уважение, вежливость и конструктивность. Не махать руками и не тыкать пальцем, а задавать вопросы и стараться разобраться в теме. Я, со своей стороны, как модератор, буду следить за регламентом и буду следить за тем, чтобы все у нас шло мирно и к всеобщему удовольствию. Слово про регламент. Регламент у нас такой. Сначала я приглашаю первого спикера, и он полчаса излагает свою точку зрения. А потом я приглашаю второго спикера, и он еще полчаса излагает свою точку зрения. А потом мы ухаживаемся здесь и будем готовы отвечать на ваши вопросы. Мы вас просим о двух вещах. Первое. По возможности оставить вопросы именно на вот эту третью часть. Если прям совсем вот что-то, не знаю, непонятно или очень прям надо что-то спросить, то можно задавать вопрос, как говорит спикер. Но в целом мы очень вас просим все вопросы отложить именно на третью часть. Это первое. И второе. Мы вас просим адресовать вопрос. Вы задаете вопрос одному спикеру, другому спикеру или обоим спикерам сразу? Поскольку идея вопроса в том, что вы, я надеюсь, у тебя как-то включено, хотите разобраться в точке зрения конкретного спикера, понять его аргумент или его позицию, то, пожалуйста, задавайте вопрос именно тому спикеру, чью точку зрения вы хотите услышать. Обозначайте один спикер, другой спикер или оба. И, собственно, спикер. Пришло время представлять наших прекрасных сегодняшних спикеров, которым я страшно благодарна за то, что они сегодня к нам присоединились. Я хотела бы про правый угол рейда, но это опять неправильно, потому что у нас здесь не рейд, и мы здесь не сражаемся. Точку зрения, которую мы условно-вежливо назовем эволюционисткой, будет представлять прекрасный человек Сергей Бадарев, преподаватель английского, биолог по образованию, и гуманисты-философы, и в свое время председатель Московского коммунистического центра. И в проекте, как это все завертелось и сложилось в том, что у нас сложилось. И с другой стороны, которую мы условно-вежливо назовем креакционисткой, господин Дарин Александр Ливанов, глава фондации «Научный креакционизм Болгарии», пастор церкви в городе Борова, окончил Русинский университет международных экономических отношений. И, чтобы долго не тянуть, я предлагаю пригласить сюда нашего первого свидетеля Сергея Бадаева, а я засекаю полчаса, и через полчаса буду вас прерывать. Хорошо. Большая просьба, звук на телефонах, звук на телефонах, пожалуйста, отключите, потому что мы ведем запись, запись потом будет доступна, мы очень надеемся на ваших вниманиях. Если можно, еще одна большая просьба, вы записывайте вопросы, которые будут по ходу выступлений спикеров, потому что много вы можете потерять и так далее, а так на телефончике записали и потом спросили. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз всех приветствую, и тоже я очень благодарен организаторам и хозяевам за предоставленную возможность, и на самом деле я хотел еще сказать каких-то много тепло-хладных слов, но фактически все это Катя уже сказала, поэтому я сразу перехожу к теме. Значит, смотрите, вопрос возникновения жизни или вопрос происхождения жизни на самом деле содержит в себе два вопроса, и они разные. Первый вопрос – это как именно возникла жизнь, то есть речь идет о том, что мы становимся в позицию историка, или, если хотите, следователя, то есть мы знаем, что какое-то было событие, мы хотим его восстановить, восстановить в точности. То есть, допустим, историк, который изучает Бородинское сражение, он хочет точно знать, где располагались какие войска, как там они были и так далее. Это мы можем условно назвать историческим подходом. А второй вопрос, он вопрос больше теоретический такой. А возможно ли возникновение жизни естественным путем, без вмешательства сверхъестественности, или невозможно? И это вопрос философский, и он большой, и вы видите, что у этого вопроса на самом деле два ответа. И это вызывает ощущение, что есть два лагеря, которые одни говорят «да, возможно», другие говорят «нет, возможно». Вот. Ну, это вопрос достаточно сложный, несмотря на то, что он как бы развивает ответы «да» или «нет». И он, мне кажется, даже более интересным, чем первый. И на самом деле, даже если мы определимся с ответом на второй вопрос, это не значит, что мы автоматически получаем и ответ на первый вопрос. Если мы, допустим, согласимся, что «да, это естественным образом произошло», тем не менее остается вопрос «а как именно?» Оно же могло по-разному это происходить, если мы считаем, чтобы «да, был какой-то акт творения» или какое-то вмешательство божественное. Но как бы даже прямой человеческий ум задает вопрос «ну, а все-таки, как это происходило?» Как же это все творение происходило? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, поскольку я буду излагать аргументы той страны, которая исходит из того, что это все-таки было естественное событие, то обычно предлагается три возможных сценария того, как это могло происходить. Первый – это самозарождение, то есть жизнь зародилась сама по себе, как некий естественный процесс. Второй – это теория стационарного состояния. Она исходит из того, что жизнь в Земле была всегда. То есть вообще мы не задаемся вопросом происхождения. Это вечность такая, которая была всегда. И третий – это концепция панспермии. Это того, что жизнь на самом деле была занесена на Землю из космоса. Так вот, если мы посмотрим на эти три сценария, то третий сценарий, он, собственно, вообще не касается вопроса происхождения. Потому что даже если мы согласимся, что жизнь на Земле была занесена из космоса, возникает вопрос. Но вопрос, ну, где-то там в космосе она как-то, наверное, возникала, где-то она возникла и как она возникла. То есть вопрос на самом деле откладывается или переносится, но никак не решается. Второй вопрос. Жизнь на Земле была всегда ну, при наличии сегодняшнего уровня развития науки, сегодняшних данных, геологии, полиэндологии, астрономии, у этой концепции фактически не осталось сторонников. То есть сторонники пытались говорить так, что ну вот один из аргументов сторонников этой точки зрения, что когда мы смотрим геологическую летопись, находим полиэндологические останки, то это не потому, что менялись, как-то эволюционировали животные. Просто в это время эти животные зашли на это болото, и там увязли, и поэтому получились останки. А в другое время они в болото не зашли, поэтому останков не было. А так они жили и тогда, и потом, и до этого. Ну вот, это такие достаточно мазрительные рассуждения, в общем-то, сторонников у них сейчас нет. И фактически у нас остается вот один сценарий самозарождения, который мы попробуем сейчас более подробно отсудить. Ну, собственно, что такое теория самозарождения? Иногда ее называют теорией абиогенеза. То есть, фактически, возникновение живого из неживого. И гипотезы или предположения о самозарождении возникли у людей достаточно давно. Еще Аристотель, это четвертый век до нашей эры, веке Греция, он выдвигал такие идеи, что существует некое таинственное начало такое. Ну, по-разному называли, но мы можем условно называть некая жизненная сила. Если это начало и эти элементы присутствуют в веществе, то тогда происходит развитие, возникает жизнь. Вот, например, оплодотворенное яйцо курицы. Оно каким-то образом... Там есть вот это начало жизненное, поэтому оно вот так вот развивается, развивается, потом раскалывается, и там уже цепленок. Чудеса. Вот. Ну, понятно, что все эти представления отражали уровень знания того времени. То есть, конечно, нам... Мы можем, так сказать, посмеяться, там, усмехнуться, проиронизировать, но на самом-то деле, это очень важно для попытки осмыслить этот мир. И поэтому, конечно, там были такие гипотезы, что вот эта жизненная сила, допустим, она присутствует в солнечном свете, поэтому если солнечный свет падает на тину в болоте, тогда там появляются лягушки. А если солнечный свет падает на мясо, которое мы оставим под солнечным светом, там личинки заботятся в ухах. Ну и так далее. Ну, понятно, что мы это сейчас знаем, как появляются на свет лягушек, как появляются там личинки в ухах. Вот. Но, как ни странно, вот эти такие воззрения, они остались только далеко там в прошлом. Последняя такая идея о самозарождении живого и неживого, вы можете видеть, она датируется 1950-м годом. В СССР была такая женщина, профессор Бетышинская, это был период господства Лысенко, биологической науки. Ее была большая работа по возникновению живых клеток из бесструктурного живого вещества. Ну, так сказать, эту идею активно очень продвигали в то время, но она, в общем-то, не была подтверждена и была бы получена отброшена. Следующий, пожалуйста, слайд. Обсуждать вопрос возникновения жизни невозможно без того, чтобы определиться для себя, понять, а что, собственно, мы называем жизнь. Что такое живое? Чем живое отличается от неживого? Чтобы разобраться в этом, мы посмотрим на иерархию уровней организации. На Земле можно выделять разные уровни организации. Например, всю оболочку Земли, которая заселена живыми существами, мы называем биосферой. Биосфера состоит из отдельных частей, допустим, лес, степь, море. Эти все образования называются биоцинозами или экосистемами. Они все состоят из набора живых существ, они все взаимосвязаны и некую цельность представляют. Дальше, вот в каждой экосистеме существуют наборы биологических видов, которые тоже не просто так рассыпаны, как песчинки, да? Они между собой взаимосвязаны. Мы знаем, что многие живые существа, они живут социальными группами, и это мы можем назвать уровнем биологических видов или популяций. Дальше идет... Извините. Следующий уровень это многоклеточный организм или организменный уровень. Организмы состоят из органов, то есть, допустим, в человеческом организме это может быть сердце, легкие мышцы и так далее. В органах есть ткани, и каждая ткань состоит из множества клеток. Это уровень одной клетки. И что самое интересное, есть отдельный организм, который состоит из одной клетки. То есть, одна клетка может быть самостоятельным организмом, как, например, бактерии или некоторые другие одноклеточные. А затем идет уровень полимерных молекул, то есть, таких молекул, которые состоят из множества-множества элементов и могут образовывать очень длинные цепи. Мы все знаем такую молекулу, например, как ДНК. Так вот, если человеческую ДНК всю развернуть и вытянуть в одну цепочку, то это может достигать двух метров, такая молекула. Ну и, соответственно, есть более простые молекулы, как, например, молекулы воды, там, и так далее. И есть атмосфер. И вот в этой системе уровней вы видите, я выделил пунктиром ту область, которую мы считаем живой. То есть, мы живыми называем как отдельные клетки, так и многоклеточные организмы. Остается, на самом деле, открытым вопрос, как относиться к тем уровням организации, которые выше, чем многоклеточный организм. То есть, можно ли говорить о том, что экосистема – это что-то живое? Или жизнь? Это не организм. Да, в том-то и дело, что мы понимаем, что это не организм. Но это ставит перед нами вопрос. Имеем ли мы... Ну, нужно ли нам понятие живого расширить за пределы организма? То есть, можно ли живыми называть надорганизмами системы? Допустим, вся биосфера в целом. Некоторые люди считают, что наша планета Земля вместе со Сибирой – это тоже нечто живое, некое живое существо. Вопрос остается открытым. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Что же представляет из себя простейшие формы жизни? То есть, по этим уровням организации видно, что, допустим, одноклеточное существо – это более простой вариант, чем многоклеточное. Если мы возьмем такую простую одну клетку и посмотрим очень схематично, как она устроена. А, да, то есть, речь идет вот о чем, что по мере изучения вот этих уровней выяснилось, что на самом деле все живые существа принципиально их отличают, они состоят из клеток. Так родилась клеточная теория, которая говорит о том, что все живое состоит из клеток. То есть, это не столько определение живого, да, сколько ограничения. То есть, понятно, что мы имеем в виду вот этот уровень организации. И другой важный момент, что новые клетки возникают путем деления старых клеток. Это тоже очень такое сильное утверждение, на самом деле, потому что, с одной стороны, мы пытаемся сейчас аргументировать, что да, когда-то живое возникло из неживого, значит, это возможно. И при этом мы говорим, ну, вообще-то, все новые клетки возникают из старых клеток. То есть, если мы внутренне задумаемся о тех клетках, которые составляют наше собственное тело, то мы, простите, должны будем сделать вывод, что это потомки тех клеток, которые вообще непонятно, когда впервые зародились и так отделились, делились, 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 пока не возникли мы. То есть, понимаете? Вот. То есть, это такая достаточно сильная стимуляция. Ну вот. И получается, что самое простейшее живое существо, да, если это брать на уровне клетки, то это, сейчас я попытаюсь это очень просто изобразить, это большая полимерная молекула РНК или ДНК. Ну, я думаю, что все знают, что и РНК, и ДНК это такая полимерная молекула, которая состоит из двух связанных между собой нитей, поэтому я условно изображу это в виде двух нитей, которые соединены между собой химическими связями. Там, и вот эта большая молекула, она заключена в некую оболочку. Вот, собственно, вот, собственно, самая простейшая схема живого, живого существа. Вот. Ну, здесь, конечно, можно говорить еще почему на Земле существует РНК и ДНК, почему именно эти две молекулы стали основой жизни. Мы все знаем, что они копируют информацию, как бы, они несут себе генетический код, при этом ученые говорят, что, скорее всего, опять же, это гипотеза, скорее всего, там, на заре возникновения жизни, жизнь состояла из РНК только. Они даже вели такой термин мир РНК. То есть, скорее всего, первые молекулы были РНК. Почему тогда возникла ДНК? Вопрос. Зачем нужно было? Если все можно обходиться и без него. Ну, вроде бы, ученые говорят, ну, наверное, потому что ДНК более устойчивая, чем РНК. Лучше сохраняется. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Что же такое жизнь? Из схемы вот этого простейшего живого существа мы можем вывести характерные черты жизни. Это способность к репликации или к размножению. Собственно, почему эта молекула двойная? Потому что это здесь в этом проявляется механизм ее размножения или репликации. То есть, вот эта двойная молекула распитается и на каждой из нитей строится параллельно нить. Таким образом, из двух нитей получаются четыре нити. И эта клеточная оболочка делится пополам и у каждой новой нити получается своя оболочка. Вот, пожалуйста, из одной клетки получились две клетки. Процесс размножения. И второй момент это микросреда. то есть, вот эта оболочка, которая возникает вокруг этой молекулы, она, собственно, возникает именно для того, чтобы создать подходящие условия для этой молекулы, чтобы она могла расплестись и построить свои клетки и благополучно отделиться в две клетки. То есть, это фактически, ну, грубо говоря, такая органическая колба. То есть, молекула как бы сама для себя создает пробирку или колбу, в которой ей не будут мешать размножаться. Грубо говоря, вот так. Ну вот. И я, конечно, здесь очень сильно упрощаю, специально не вдаюсь в какие-то термины, для того, чтобы донести до вас просто какие-то основные идеи. Да? И обратите внимание, что вот такое устройство, казалось бы, оно очень хрупкое, уязвимое, не зря же делается оболочка, защитная как бы. На самом деле она дает выигрыш. То есть, если мы сравним, допустим, камень, который нам кажется очень устойчивым, крепким, да, и траву, которая очень уязвима, она может завязать, ее может съесть, вытрутать. тем не менее мы можем с вами увидеть, как камень лежит и постепенно год от года все разрушается и разрушается, а трава каждый год вырастает точно такая же, даже больше, даже сочнее. Понимаете? То есть в этой способности к переписыванию или созданию кофе самого себя лежит как бы залог вот этой неуязвимости, как бы долговечности такой, своеобразной. Угу. У вас это поменьше. Действительно это вообще? Отлично. Следующий, пожалуйста. Соответственно, исходя из этого понимания того, что такое простейшее живое существо, утекает вопрос, а что такое искусственная жизнь? Вообще, само это сочетание слов искусственная жизнь звучит немножко странно на первый взгляд. Так вот, существуют две концепции искусственной жизни. Одна называется концепция сильной искусственной жизни, а другая называется концепция слабой искусственной жизни. Название неудачное, на мой взгляд, но это можно сказать так, одна сильно искусственная жизнь, а другая не очень для искусственной жизни. Собственно, что имеется ввиду? Сторонники сильной концепции искусственной жизни говорят, слушайте, ну, давайте, давайте смотреть так, что жизнь, это вообще-то определенные процессы, они реализованы в таком виде, вот на такой химической молекуле, вот с такой оболочкой, но сами-то процессы, мы же можем их воспроизвести не обязательно на такой молекуле, давайте мы смоделируем что-то на компьютере, или давайте мы посмотрим, может быть, на других-то планетах, если на нашей планете это в основном строится на основе углерода, и мы называем это углеродные формы жизни, то при других условиях температуры, давления на каких-нибудь там Юпитере, Сатурне, там азот может точно так же создавать вот такие сложные молекулы, возможно, там существуют азотные формы жизни, кремний химический элемент тоже может создавать сложные полимерные молекулы, возможно, где-то существуют кремниевые формы жизни, вот, но, соответственно, сторонники концепции слабой искусственной жизни говорят, нет-нет, давайте не будем так далеко ходить, давайте вот, вот у нас есть, мы знаем, какие там должны быть молекулы, давайте мы попробуем где-нибудь там в пробирке из этого всего собрать, ну как машину мы собираем, да, и она же потом заводится, едет, давайте мы попробуем тоже так собрать в пробирке, вдруг оно поедет, вдруг оно заживет, вот, ну и я в качестве некой иллюстрации хотел бы привести пример того, как некий друг ученые занимаются вопросом слабоискусственной жизни.